приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что мои хорошие давно с вами не общалась уже 12 марта объясню почему не общалась и расскажу немножко новостей обратите внимание как изменилась наша картина наш календарь месяц март вот такая милота кролик и цыпленок и ромашки очень люблю ромашки и в вязание тоже и подушки у меня были с ромашками сейчас у лёшика на балконе лежат и это вязала аппликацию я для платья с ромашками в общем люблю я во всех видах и живые ромашки и вязаные наступила весна и сегодня я всю ночь не спала маруся захотела котика вот жду 11 часов посмотрела по расписанию вед лечебница работает по моему сегодня с 11 часов буду звонить и конечно же буду записываться на прием с маруси поеду ее стерилизовать давно хотела я это сделать но в общем почему не делала потому что до сих пор вот буквально до вчерашнего дня наша шпулька сосала маруся то есть пила молочкой естественно если бы я ее стерилизовала все бы это пропало то есть собственно говоря ради шпульки я это не делала тянула до последнего и вот этот момент наступил в два ночи она меня подняла своим мурмя мурмя ластится в общем манька там на нее пристраивался хотя манька кастрированный ну вот не знаю у нас и кузьма также был когда помоложе тоже кастрированный тоже были у него такие извините поползновения сегодня ночью у нас просто лил дождь он еще один код идет у нас вот еще один идет видимо или марусю чуют не знаю наши коты домашние полностью они не гуляют по улице но здесь их почему-то от оказалась тьма этих котов в общем срочно маруську надо идти стерилизовать чтобы и мы не мучились и кошка не мучилась так вот шел всю ночь дождь причем такой я бы сказала тропический дождь прям так холостал стучал по окнам я я же говорю я с двух часов до шести можно сказать не спала то с марусей ходила то потом не могла уснуть в общем весна к нам пришла и я уже посадила посеяла рассаду сейчас перейдем в комнату с камином там у меня стоит мини тепличка и я вам все покажу что монка в окошко смотришь котов чужих гоняешь до мысленно вот она наша помощница тепличку я покупала на вал берез в том году сейчас расстегнем ее я вам покажу одной рукой у меня не получится здесь вот две молнии покажу и расскажу что я там насела ух открыла оттуда прям знаете примут руку суешь сюда очень-очень тепло в общем друзья вот это все вот это весь низ это у меня пассеян перчик причем перчик покупал лёшек в магазине вот этот мясистый перец я в том году пробовала сажать но поздно я увидела ваш этот совет и поздно посадила перец был очень хороший был но если бы было это все вовремя урожай был бы гораздо больше в общем я в том году проэкспериментировала поняла что из такого магазинного перца вырастает такой же мясистый прям такой красный перец но сначала зеленый потом краснеет вот я поняла что так можно и вот в этом году сразу после праздника 9 марта короче я посеяла вот здесь вот вот это все здесь по три зернышка в каждом горшочке кстати горшочки вот с этими поддонами очень хороший и дешево стоило что-то по моему 200 чем-то рублей вот такой лоточек с 10 горшками я в прошлом году покупала в светофоре вот здесь у меня вот по моему только вот вот эта часть где стоит вот 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 этот вот нашла вот такие семена семена помидор я не покупала то что собрала в том году розовые были помидоры свои семена собрала ну а остальные какие были у меня сейчас я вам покажу может быть вы мне напишите отзыв что это за помидоры вот такая вот помидоры принцесса серия прямая выгода не знаю друзья что в общем в этом году решила я посадить больше перца и меньше помидор во первых немножко я здесь друзья приболела 2 недели я сидела на таблетках какие таблетки не буду говорить youtube блокируют ну в общем это медицинская информация таблетки хорошие дорогие в общем 2 800 друзья 2 800 я отдала за таблетки за 14 штук то есть на две недели там она пьется один раз в день в общем вот 14 штук 2 800 и вот еще чего хочу сказать коль перешла уже на таблетки в общем москва оказывается недорогой город в москве такие таблетки стоят 2 300 вот здесь у нас в чип лагине в одну аптеку зашла сказали предоплата сто процентов на заказ неделю ждать друзья при болях в желудке можете себе представить 3 200 в одной аптеке вот нашла в другой за 2 800 думаю ну ладно там 500 рублей разница по сравнению с москвой конечно мог бы купить мелешек в москве привезти но нужно было ждать 10 дней и я купила здесь за 2 700 и вот эти две недели лечила сил не было вообще друзья и как это связано с помидорами выпила я томатного сока и поняла что нельзя мне вот эти вот кислоту и в этом году буду сажать помидорчиков меньше но зато посажу больше перчика очень понравился перец который я закрывала в духовке и лёшику понравился он без томата в собственном соку практически там с чесноком и запеченный в духовке очень вкусно поэтому насажала вот здесь вот это все перец вот здесь перец у меня темп который в том году был вы видели какой урожай был вверху там у меня тоже вот насеяно вот в этом вот лоточки это розовые помидоры вот здесь вот эти помидоры которые я нашла я здесь их просто посеяла прям так много-много потом когда буду пикировать естественно все это рассажу так что вот в этих двух лоточках у меня помидоры а вот здесь вот в этих вот горшочках я посеяла этот на варенье вот вылетела же из головы послён вот там были комментарии послён вы покупали или как нет я мне давала рассаду моя приятельница танечка ну а теперь в этом году я конечно когда варила варенье из послён сохранила там несколько зернышек этой ягоды и собрала семена так что в этом году у меня уже свои семена немного посадила вот здесь вот в этих вот горшочках растет послён что еще немножко позже ну там где-то концу марта посажу огурчики тоже вот здесь вот в доме в тепличку чтобы потом их высадить и посажу дыни с арбузами тоже на рассаду в том году у меня так и не получилось вырастить дыню а в этом году очень хочу поэтому посажу тоже вот так вот в горшочке немножко позже для дыни еще рано вот а потом высажу высажу в грунт так что вот такие у меня новости что еще из новостей купила на вайлберис я сейчас не знаю камера войдет вот вы видите висит там штура рулонная blackout я покупала одну штору разрезала трубу разрезала ткань из этой шторы и делала две поскольку вот это окошко открывается то есть на каждой половинке висит вот эта рулонная штора дополнительные крепежи у меня были вот поэтому из одной шторы я сделала две чтобы было удобно и открывать и занавешивать друзья это такая удобная штука вот здесь вот еще раз покажу он посмотрите какая у нас грязюка и по моему даже сейчас идет дождь вот вот так потянул все закрывается все работает та сторона вот вы видите она такая серебряная она отражает солнечные лучи в общем к лету уже готовлюсь шторы теперь во всем доме blackout теперь я спокойно в том году вы помните были заслонки у меня которые я делала сама из картона ну а в этом году дошло дело до штор это очень-очень удобно к вязанию сейчас вернемся сейчас я вам еще покажу какую какую штучку я придумала и для ванной комнаты вот она спит наша красавица что маруся пришло время да скоро пойдем скоро пойдем к доктору ну что же делать я тебе не дам мучиться ой друзья это конечно когда у кошек начинается вот эта течка просят кота как же они мучаются они по полу катаются и кричат и ой это нужно видеть прям природа и и как это она как змея извивается в общем все намучилась кошечка всю ночь на днях это уже сто процентов пойдем пойдем к наде вот что я вам хотела показать купила еще в озоне вот эти вот пластиковые крючочки которые просто приклеиваются красота и поскольку то штора была длинная на наше окошко я отрезала от шторы и теперь у меня даже здесь вот здесь конечно нет механизмов подъемных окошко маленькая вот так вот придумаем еще на здесь вот липучку нужно будет прицепить у меня есть приклеить кстати и летом вот здесь будет и это окошко закрываться потому что это западная сторона она солнечная даже вот в это маленькая окошко очень сильно греется комната наша ванная и тоже жарко так что и здесь я тоже позаботилась в общем из той шторы я сделала здесь она вот так снимается вот эту металлическую штуку я нашла во дворе она вся была ржавая я ее очистила и отпилила пилой по металлу сделал вот сделал вот такое крепление для вот этой шторы что моня там интересно вот и теперь можно вот так вот рукой сворачивать утром там в обед закрывать это окошко чтобы здесь тоже солнце не полило и не грела ванную комнату на этих же крючочках вот я же говорю вот видите вот еще этот крючочек он у меня держит вот эту трубу кто-то мне там говорил холена вот эти вот трубы штанги ну которые крепятся в распор от одной стены к другой не знаю друзья у меня она постоянно падает эта труба поэтому вот эти крючочки мне очень помогли видите вот один крючок и второй крепится потолку ванной там нитка нитка цепляется за трубу и она очень теперь хорошо висит я на ней даже сушу белье вот эти вот две трубы у меня как сушилка служат и вот здесь и я не люблю сушилку которая раскладывается хотя она у меня есть иногда в каких-то редких случаев когда я там сушу вещи какие-то ну допустим вязаные вещи я ее конечно раскладываю а так я вот всю сушу пока вот здесь пока во дворе нет плитки пока нет так скажем чистоты все это будет конечно же потом когда я все это сделаю буду сушить на улице то вы мне там писали ленать почему вы не пи не сушите белье на улице ну потому что на улице во дворе пока нет порядка этим будем заниматься весной и сушилка будет на улице не все сразу друзья не сразу москва строилась что монка вспомнил как это да кто такая кошечка есть ты хотел помочь маруське нет мои дорогие хватит нам уже котят хватит уже перебор вот друзья еще показываю применение вот этого крючочка видите поскольку у меня здесь гладильная доска такая импровизированная стала из вот этой тумбочки и чтобы шнур не валялся на полу вот вот так вот теперь можно повесить в общем крючков много не бывает я наверное еще вот таких вот куплю упаковочку 10 штук там что-то 150 рублей а какая прелесть какое удобство но сейчас вот я здесь погладила подъемник пошила и теперь давайте плавно перейдем к вязанию пока еще вижу потом пойдут огороды работа во дворе вот здесь вот надо будет порядок все плиткой укладывать всякие беседки терраски и так далее но пока что вижу потом конечно же будет огород и все остальное вот такой подъемник для нового платья мастер-класс кстати по платью будет и для тех кто у меня приобрел мастер-класс по вязанию вот этого узора этот узор как вы понимаете универсальный кто-то купил этот мастер-класс для вязания подушки у кого-то это будет покрывала а у кого-то и платье у меня будет и платье и подушка и покрывала на базе вот этого узора так что кто еще не приобрел этот мастер-класс кто хочет связать для себя что-то вот такое красивое обращайтесь на почту moon69inbox.ru многие мне пишут в комментариях почта не рабочая друзья поверьте уже очень многие приобрели этот мастер-класс и как-то же они по этой нерабочей почте со мной связываются так что видимо вы или что-то неправильно пишите проверьте написание электронного адреса может быть где-то вы допустили пробел там все без пробелов может вы пишете moon пробел 69 а пробел там не нужен поэтому обратите внимание на правильное написание почты без никаких пробелов не пропускайте точки вот так что обращайтесь это будет очередная красота я уже приступила вязать следующие полотна вот уже и подъюбник готов вот такая красота у меня уже получается нижняя юбка или подъюбник советую вам кто будет там самостоятельно может быть кто-то будет вязать выбирайте немножко ну на тон темнее вашей пряжи тогда очень хорошо виден рисунок и это но очень шикарно смотрится я пошила подъюбник из старого пододеяльника кстати очень хорошая ткань такая немножко хамелеон что ли как-то она так немножко играет да конечно пододеяльник был в употреблении но сэкономила деньги на покупке материала для нижней юбки или подъюбника вот так что осталось мне ну большую часть я провязала наверно две третьих я связала еще нужно связать два полотна юбка будет готова продолжу снимать мастер-класс именно по вязанию уже платья повторюсь что мастер-класс именно на вот этот узор уже есть уже можете его приобрести вот ну а я пока навязываю буду подробно снимать и хочу заметить что это будет универсальное платье можно сказать на любой размер здесь можно будет варьировать от там самого маленького размера может быть 44 или 46 и до самого большого размера как это все все я расскажу подробно дальше продолжу снимать мастер-класс по этому платью конечно же для тех кто уже приобрел вот этот мастер-класс по вязанию вот этого узора для тех продолжение уже вязание платье конечно будет дешевле ну так скажем продолжение мастер-класса уже по вязанию платье для вас будет стоить дешевле так что не упустите свою возможность пока вяжем вот этот узор пока вы его ну так скажите набьете руку на нем ну а мы будем уже продолжать дальше вязать платье много поступает мне вопросов всех я по почте консультирую если кому-то что-то непонятное кто купил мастер-класс по кайме по занавеске цветочки на дорожке если что-то непонятно вы ко мне обращайтесь я вам обязательно посоветую может быть фоток что-то отправлю вам может быть мы свяжемся с вами по ватсапу в общем я вас не оставляю виду вас до конечного результата ну все мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео сейчас загружу на youtube но сама продолжу вязать спешу вязать друзья потому что повторюсь дальше весна огороды и мне очень хочется закончить эту прекрасную работу по вязанию вот этого красивейшего платья я вас всех обнимаю всех люблю уже боюсь говорить до скорых встреч просто до встреч с вами была елена сетникова пока пока